Привет, друзья! Сегодня мы готовим баварскую рульку. И в первую очередь нам потребуется шеф-повар Бара Вечества Молодой Василий Абдалов. Василий, привет! Приветствую! Привет! Всем привет! Для этого нам потребуется свиная рулька, морковь, лук, сельдерей, чили-перец, перец горошек, соль и для гарнира пекинская капуста и соус кимчи. Поехали! Сергей, начнем наше блюдо. Так, давай. То есть, когда ты смотришь в меню ресторана, рулька это всегда самое дорогое блюдо. И кажется, что его, видимо, готовили очень долго, как-то сложно. Я вижу очень простые продукты перед нами. Как это все происходит? На самом деле, очень простое блюдо, классика немецкой кухни, баварская рулька. Рулька состоит из многих прословек жира, поэтому мясо получается очень нежное и мягкое. Так. Сегодня мы скрестим наше блюдо с корейской кухней. Традиционная капуста идет тушеная к рульке. Мы сегодня сделаем кимчи. Поэкспериментируем. Да, как и все, что мы делаем в баре Весна Молодой. Мы всегда можем вас чем-то удивить. Закладываем рульку, вымытую, почищенную, в кастрюлю. Начинаем закладывать овощи. Морковь режем крупно, потому что это там чисто для соуса, для тушения. Так, давай попробуем. Это будет сейчас здорово, вот эти два легких движения. Пальцы бы не отпилить, блин. Вот, отлично. Так, втягиваюсь в творческий процесс. Все туда. Так. Так же лук. Не чище. Не чище. Все даст для цвета, для вкуса. Лучок нам даст сладость, морковка сладость. Северной жир очень хорошо сочетается. Так, а это у нас? Со сладкими. Это стебель сельдерея. Он даст нам свежесть и терпкость этому блюду. Давай, это уж я смогу. Ох, сколько я сока сельдерея выпил несколько лет назад. Полезная штука. Полезная, да. Так, хорошо. Перец ядреный вот этот. Перец ядреный, много не будем добавлять. Половинка чили достаточно. Прямо вот так, да? Да. А что там с вот этими? Семечки оставляем. Класс. Целиком просто. Да. Все, наше блюдо почти готово. Нам осталось добавить соли. Вот, расскажи про соль. Всегда интересовало, как люди, вот это что называется, на соли добавить соль, перец по вкусу. Как мы поймем вот на такую, как бы... Это нужно почувствовать. Либо обратиться, если у вас дома есть весы, то пропорция 1 к 10. На килограмм мяса 10 грамм соли. Ну а так это чувство, понимание. Как ты это делаешь? Добавляем около 7 грамм соли. Учитывая, что будет еще пиво, вода. Ну то есть 3 щепотки у тебя по сути полная. 3 щепотки, да. Вот мы добавили на это количество. Так. Перец горошек не душистый, поэтому можно смело его засыпать. Да. Очень полезная вещь сейчас, оказывается, черный горошек. Зима, нужны витамины. Так, хорошо. Ну и главное, темное пиво. Мы налили темного пива, овсяный стаут от Бакунина. Очень сильно подходит к нашу рульке. Поехали. Поехали. Заливаем. Вот так. Кстати, это пиво вы можете попробовать в баре Вечно Молодой. Всегда. Всегда. И еще более 200 видов пива. Отправляем на огонь, томиться в нашу рульку. Так, Вась, подожди. А как, вот у нас есть смокер. Мы, понятно, сейчас в смокер его засунем, ее кастрюлю. Так люди где могут в домашних условиях? В домашних условиях тушим в кастрюльке 2-3 часа. Прямо на плите? Прямо на плите. Затем достаем. Можно обмазать медом, соевым соусом, чтобы сделать цвет карамельки. И в духовочку еще на полчаса. А, вот. Отправляем нашу рульку на плиту. Сначала доводим до кипения, а потом томим на медленном огне 2 часа. Без крышки? С крышкой. Как увидев, что закипело, убавляем и закрываем крышкой. Ждем, да? А, капусту как? В это время, пока у нас томится, мы замаринуем капусту кимчи по корейски. Пекинскую капусту мы нарвали на листья, отделили. И начинаем выкладывать. А, то есть мы ее не режем? Нет, мы ее не режем, это все маринуется листьями. Можете помочь, попробовать. Обильненько смазываем каждый листик. Побольше? Да. Прям вообще закрывать, да? Вот сейчас достаточно, сейчас следующий слой делаем так же. Сладенькой, журенькой, да. Остренькой капустой. Петлянтности, да, блюда? И сколько она так должна мариноваться? Ну, классическая от месяца. У нас будет быстрый маринад, так как соус готовый кимчи. Пока томится рулька, два часа будет самое то. Так, а как они классический месяц сделать? То есть просто закладывают? Как наша прошлая капуста. Понял. Так же закупоривается и на всю зиму у них стоит это. То есть это не соус, а ингредиенты соуса, да? Да, получается. Делаем импровизированный пресс, можем накрыть тарелкой. Отставляем на два часа, пока наша рулька томится. Угу. Смотрим нашу рульку. Начинает закипать, скоро накроем крышкой и будем томить ее. Ничего страшного, что она не закрывается полностью пивом, то есть вот это вот все торчит там. Нет, это все протушится, протомится, да, крышка будет, там будет пар, а это все будет. И так будет проникать, да? Вот. Спустя два часа давайте проверим нашу рульку. Так. Отлично. Наша рулька протушилась. Интересно. Смотрите, какая красота. Угу. Класс. Сейчас надо ее достать. Если бы мы готовили дома ее. Мы бы отправили ее в духовку. Подзапечь, чтобы корочка была хрустящей. Вот так как у нас есть коптили, мы воспользуемся сегодня ей. Овощи выбрасываем, да? Овощи можно блендернуть, протушить, это тоже получится соус наваристый. Да, у нас есть капуста кимчи. Обойдемся без соуса. Ох, не уронить бы, Вась. Ничего страшного, далеко не улетит. Прокаянно тяжелое. Так. Скилого ребят, конечно, движения четкие, быстрые, уверенные. Так, это убираем. Да, это нам не нужно. Класс. Отправляем в хокер. Плохо. Надо закрепить, Вась, вопрос по поводу смокера, потому что люди часто сомневаются, что у нас все натуральное. Да, все думают, что, о, налили жидкий дым. На самом деле нет, мы коптим все на натуральной. Натуральные опилки, никакого жидкого дыма, профессиональная коптильня. Поэтому не сомневайтесь, приходите пробовать. Ого. Даем часик, минут 40, чтобы наша схватилась корочка, закоптилась рулька и будем выкладывать. Вот у нас прошел еще час, смотрим, что у нас получилось. Рулька подрумянилась, прокоптилась. Можем ее доставать. Вот за три часа промариновалась наша капуста, очень хороша. Так, два кусочка? Два-три можно. Так, сейчас, ну давай вот этот, ладно, кусочек еще. Так, давай, Васик, покажи нам. И кидаем сверху нашу рулечку. Наше блюдо готово. Баварская рулька с пекинской капустой кимчи. Класс. Друзья, с Новым годом. И еще раз пользуясь случаем, поздравим вас с наступающими праздниками. Будьте счастливы, здоровы. Творите, созидайте. Ждем вас в гости. Всех наступающим. Ура! Ура!